Приветствую, друзья! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Сегодня в небе над Белгородом был замечен новый украинский дрон. Он называется Banshee Jet 80. Главная его отличительная особенность то, что у него реактивный двигатель. Это и обеспечивает ему ту высокую скорость, которую вы сейчас наблюдаете на своих экранах. Скорость его составляет 200 метров в секунду. Соответственно, это довольно серьезная проблема для зенитно-пушечных систем ПВО. Они не перехватывают такой дрон. Ракеты, возможно, да. Система РЭП, вероятно. Но точно не автоматические пушки. Этот дрон, соответственно, имеет больше шансов поразить те объекты, на которые он направлен. Куда именно был направлен этот дрон, точно не ясно. Но если он попадет, взрыв будет серьезный. Он может нести до 10 килограмм взрывоопасной нагрузки. Это в 5-7 раз больше, чем FPV Kamikaze, которые украинцы используют для поражения той или иной военной техники противника. Так что можно догадаться, что этот дрон, скорее всего, летел даже не по технике, а по какой-то более серьезной структуре. Но здесь, конечно, интересно и то, а откуда вообще у украинцев такой дрон? Изначально это британский дрон, причем дрон-мишень. Ну и неудивительно. Собственно, та его скорость, с которой он двигается, напоминающая скорость движения крылатой ракеты. Это очевидно как раз таки прямое указание на то, что на таком дроне как раз таки и тренировались британские ПВО работать по вражеским мишелям. Но украинцы, получив этот дрон, значительно его доработали. Изначально его дальность полета составляла около 80 километров. А теперь, говорят, она достигает чуть ли не 200 и более километров. Впервые о том, что Украина начала использовать такие дроны в глубоких тылах противника, стало известно еще летом прошлого года. Тогда российской оккупационной саранче, кажется, удалось перехватить или сбить один из таких дронов. Они его даже показали на фотографии. С тех пор об этих дронах особо ничего не было слышно. Но вот в последние дни, опять же, саранча сняла, как вот такие вот дроны пролетают ночью у них над головами. Ну и тогда, опять же, у всех возникли вопросы, а что же это за дроны такие, которые так быстро двигаются? Ну и вот теперь, когда они еще и над Белградом появились, стало понятно, что, похоже, баньши снова в деле. И вот эти самые баньши действительно наводят самый настоящий ужас, словно вот те, в честь кого они были названы. Ужас, на крыльях ночью. Теперь, похоже, их будут все чаще использовать. И неудивительно, ведь и скорость, и дальность свидетельствуют о том, что они именно что больше на крылатые ракеты похожи. У украинцев пока что нету крылатых ракет. Но у них есть вот такие вот, так сказать, мини-крылатые ракеты. Будем надеяться, что уже в ближайшее время эти дроны будут показывать свою эффективность. Ну а пока эффективность показывают, причем с видеодоказательствами, многие другие украинские дроны. И опять же на той же белгородской территории, по которой, очевидно, украинцы начали целенаправленно работать. Работать именно по военным объектам. И мы видим, что эта работа очень и очень результативна. Сейчас перед вами это вот последний по времени удар по военной технике врага на территории именно Белгорода. Внимание! Украинский ФПВ Камикадзе поражает машину Ураган, а именно ракетную систему залпового огня Ураган во время ее движения по Белгородским улицам. Финал здесь вы не увидите, но понятно, что машина поражена и, скорее всего, полностью уничтожена. Тем более, если она была загружена именно боекомплектом. Что ж, это отличный результат, но это не единственный результат работы украинских ФПВ Камикадзе по военной технике врага в Белгородской территории. Сейчас вам покажу еще одну серию вот таких вот ударов. Удары, я подчеркиваю, производятся на Белгородской территории украинскими дронами по вражеской военной технике, которая спрятана там и здесь. Как видите, украинские разведчики прекрасно работают, а украинские операторы прекрасно наводят свои дроны на вражескую технику. Одна за другой. Машины уничтожаются. Что ж, то, что вы сейчас видели, поднимает вопрос о том, а кто на самом деле работает в последние недели по Белгородской территории. Некоторое время мы говорили с вами, что, вероятно, это делают ЛСР, РДК, Сибирский батальон, то есть добровольческие формирования, которые состоят из российских граждан и которые официально объявили российскому режиму войну на уничтожение. Возможно, некоторое время действительно это именно они стреляли по тем или иным военным активам врага на территории Белгородской области и Белгорода. Невозможно, из-за того, что враг прячет свои военные объекты прямо посреди городских кварталов, некоторые из ударов неизбежно приходились, к сожалению, в том числе и по гражданской инфраструктуре. Хотя, как мы понимаем, очень часто эта гражданская инфраструктура в Белгороде, как и сами белгородцы, как и сами жители области, в любом случае, страдали и продолжают страдать из-за работы российских средств ПВО. Но в последние дни, даже, возможно, в последнюю неделю, вот все эти истории про то, что ВСУ обстреливают Белгород, становится совсем уж нелепыми. Просто зачем вооруженным силам Украины обстреливать Белгород и Белгородскую область? Ну хорошо, провели они какую-то операцию, может быть, серию операций в последний месяц. Но чтобы каждый день специально бить по домам мирных жителей, вот это уже выглядит странно. А теперь давайте вспомним, что же было на протяжении вообще последних полутора лет в Белгороде. Там постоянно что-то взрывалось. Если вы посмотрите вот тот же телеграм-канал «Жесть Белгород», то и раньше, в принципе, была средняя интенсивность обстрела Белгорода. И на самом деле все прекрасно знали, что делают это сами же российские военные. Более того, однажды был даже аудиоперехват, где один из российских солдат говорил, что нам приказано бить по жилым зданиям в Белгороде, ну или что-то подобное. Мой источник на фронте в Украине говорил мне, что русские сами обстреливают Белгород для того, чтобы можно было бы поддерживать ненависть среди российского населения по отношению к Украине. Для того, чтобы оправдывать российские удары по жилой инфраструктуре, ну того же Харькова или вообще Украина. И вот сейчас мы видим, что интенсивность обстрела Белгорода вернулась к тому уровню, который был на протяжении предыдущих полутора лет. И раньше мы просто внимания особо на этого не обращали, потому что всегда знали. Это, по сути, делают сами русские. В этом нет никакого сомнения. Ну а почему же теперь мы должны думать, что в ИСУ все еще зачем постреляют по бабушкам и детям Белгорода и Белгородской области? В конце концов, дело не только в морали. Дело еще и в том, что у украинцев и так-то не очень много снарядов. Зачем бы им растрачивать свои снаряды на мирных жителей? Не говоря уже про то, что в конце концов, наконец, и Соединенные Штаты и другие западные страны рано или поздно начали бы задавать вопросы украинской администрации по поводу того, а зачем она стреляет по мирному населению России? И вызывая лишнюю ненависть к себе, и растрачивая драгоценные снаряды, и в конце концов, переходя вот те самые границы международного права, в рамках которых Киев на самом деле официально всегда действовал. И этим он только и главным образом, прежде всего, отличается и всегда отличался от российского режима, который международное право просто-напросто давным-давно пересек, выбросил в мусорку, растоптал, как, собственно, и все общечеловеческие нормы. Поэтому то, что в последние дни происходит в Белгороде, у меня начинает вызывать вопрос. Мне кажется, что российская оккупационная армия сама же и стреляет по Белгороду и Белгородской области. Ну, про то, что недавно российская авиация прямо бомбила, собственно, Белгородские села, сбрасывая бомбы туда. Про то, что сами же российские солдаты мародерят в приграничных белгородских, собственно, населенных пунктах, об этом говорят сами местные жители. Это видно и из аудиоперехватов, которые сделали, очевидно, украинские разведчики. Так вот, обратите внимание, что именно на фоне вот этих обстрелов Белгорода и Белгородской территории в российских телепередачах один за другим российские шовинисты, передачи, которые транслируются на всю страну, открыто, четко, последовательно, системно, регулярно заявляют о том, что теперь цель России это уничтожение украинского народа, физическое уничтожение, стирание с лица земли целых городов, чтобы сделать их невозможными для проживания для украинцев, сломать волю украинского народа, как сказал один из престарелых, омерзительных русских шовинистов в одной из омерзительных пропагандистских программ. И все это подается, в том числе под таким соусом. Мол, они обстреливают наш Белгород и нашу белгородскую территорию, поэтому и мы с ними будем так же, только у нас возможностей наносить вред мирному населению куда больше. А вот теперь посмотрите еще раз на вот эти кадры, которые я вам показал. Кадры того, как украинские ФПБ Камикадзе точечно поражают именно военную технику. И ответьте на вопрос. Вот смотрите, неужели вы думаете, что украинские военные, которые могут действовать настолько филигранно и не просто могут, а действуют и на фронте, и вот как мы видим в Белгородской области, будут бить по площадям теми же градами или условно говоря чешскими вампирами? Серьезно? Это не в духе украинцев, но зато это очень в духе россиян, которые действительно сами же устраивают провокацию, а потом сами же объявляют Украину своим врагом. То же самое, крокус. Понятно, что крокус это ИГИЛ, это ответственность исламских фундаменталистов. Но и здесь, как известно, Москва пытается повесить вину на Украину. Я не понимаю, если в одном случае Москва вешает вот такую вину, вину за расстрел десятков мирных жителей на украинских разведчиков, то почему же мы удивляемся, что Москва создает провокационные ситуации и обвиняет в обстреле Белгорода, опять же, Украина. Это, собственно, один и тот же почерк. Поэтому будем помнить, украинские воины работают красиво и работают так, как вы видите. Работают вот такими вот дронами-банши по военным объектам, ФПВ-камикадзе по военной технике врага на Белгородщине. Но они не стреляют по мирному населению. Тем более, они не бьют целенаправленно по мирному населению. Они бьют по аэродромам. И, кстати говоря, вот сегодня стала известна, так сказать, уточненная информация, что 5 апреля на одном из трех аэродромах, которые подверглись украинской бомбардировке дронов, были уничтожены либо повреждены, оказывается, семь российских самолетов типа Су. Мой источник, кстати говоря, накануне подробно мне рассказал о как именно украинские разведчики в ГУР получают подтверждение тому, что действительно было поражено такое количество самолетов. Я, естественно, не буду раскрывать никаких деталей. Но я просто хочу заранее вам сказать, друзья, все, что говорится в российских телеграм-каналах о том, что на самом деле все самолеты целы, это полное вранье. Вранье целенаправленное, которое специально распространяется по пабликам. И распространяется оно, естественно, с одной целью, чтобы не позволить общественности, ну и, собственно говоря, помешать украинским разведчикам получать объективную информацию о таких вот операциях. Но эта операция, и мне это было подтверждено очень хорошо осведомленным источником, была действительно эффективной. Все, что говорилось об уничтожении, по сути, как мы теперь уже понимаем, чуть ли не двух десятков самолетов на трех аэродромах, это правда. Информация подтверждена практически на сто процентов. То, что вы видите на спутниковых снимках, друзья, это не имеет значения. Спутник не покажет повреждения самолетов, которые получены в результате разлета маленькой шрапнели. Ну вот представьте себе, это осколки буквально в несколько миллиметров диаметром. Естественно, что прошивая корпуса и, соответственно, электронику самолетов, они не оставляют таких вот следов, которые можно было бы увидеть на спутниковых снимках, тем более на коммерческих снимках. И вот это еще один пример филигранной работы ВСУ, филигранной работы сил специальных операций Украины, филигранной работы украинских разведчиков. И после этого верить в то, что украинские военные специально будут стрелять по квадратно, неприцельно, растрачивая драгоценные ресурсы. Нет, я не могу в это поверить. Но я охотно поверю в то, что, еще раз, россияне все это делают сами, чтобы использовать это как повод для вот тех вот усилившихся атак по гражданской критической инфраструктуре Украины. Они раньше этим занимались, сейчас этим занимаются особенно интенсивно, особенно в отношении Харькова. Особенно теперь, когда они смогли разработать еще и вот эти вот планирующие бомбы с дальностью от 70 до 90 километров, в условиях отсутствия ПВО или дефицита ПВО, конечно, останавливать такие удары по приграничным городам типа Харькова очень и очень сложно. Но, между прочим, это не единственный успех сегодня для украинских операторов дронов. Здесь нужно обратить внимание, что на Бахмутском направлении украинцам удалось поразить еще одного Франкенштейна, вторую по счету за последнее время, ну и вообще за все время установку РБУ-6000. Это бомбово-реактивная установка, которая была снята с российских кораблей, где она абсолютно бесполезна. И, соответственно, установлена на специальные грузовики или тягачи. Вот как раз вот по такому тягачу во время его движения попал в пиве Камикадзе. Произошел мощный взрыв, и взрыв тут объясняется тем, что, опять же, как и в прошлый раз, вот эта РБУ-6000 была под завязку загружена. Благодарим воинов 93-й отдельно механизированной бригады, а также 80-ю бригаду украинцев. Они в координации друг с другом смогли поразить вот эту важную установку. Ну что ж, друзья, вот такие новости, новости, которые показывают. Российская саранча будет совершать любые преступления, в том числе и перед своими же собственными соотечественниками, только для того, чтобы отхватить, а точнее сжечь еще один кусочек украинской земли, убить еще несколько украинских детей. Украина воюет с самыми настоящими нелюдями. Это худшее, что могла создать вселенная. Это самое настоящее эгистенциальное зло. Зло должно быть уничтожено. Оно должно быть закопано так глубоко, чтобы никогда более оно не смогло подняться из земли. Спасибо, друзья. Оставайтесь в Ньюсейдер. Я напоминаю, что вы можете поддержать нас через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами. И суперспасибо от YouTube в виде кнопочки с сердечками под каждым нашим видео. До скорого.